Абсолютно точно. И в принципе, человеку будет не очень приятный, неприятен тот факт, что его обсуждали. И тот факт, что еще после этого его пошли учить жизни, исходя там из того, что какой-то там гипотетический вайсенька как-то себя хорошо ведет. И важный момент, да, если вы задавали этот вопрос еще с тем посылом, что типа нормально ли скрывать от своего любимого человека, что ты его с кем-то обсуждаешь? Нормально. Спасибо. Мы друг от друга многое скрываем, и это нормально, у нас должно быть личное пространство. Спасибо. Кто-нибудь еще что-то? Ага, Андрей. У меня вопрос у кого-то. В взаимоотношениях интересы должны быть общие, и у каждого свои, и у всех компромиссов, и у вас? Они должны быть скорее и такие, и такие. То есть понятно, что когда в паре нет общих интересов, вот вообще нет, это не очень хорошо, потому что, ну, все-таки какие-то объединяющие факторы нужны. В том числе это хорошо и для поддержания партнерских отношений, и для секса это хорошо, да, потому что, если, например, оба увлекаются какими-то адреналиновыми штуками, то это здорово поддерживает страсть. Но должен быть допустимый, да, какой-то формат, то есть у человека должно оставаться время и на свои собственные увлечения. В процентном соотношении, вы знаете, очень тяжело сказать, ну, потому что, как бы, у всех свои рамки. Вот, но, безусловно, своя отдельная от партнера жизнь быть должна, если партнер начинает закатывать истерики и говорить, что вот, мол, ты на этой неделе уже пиво с друзьями пил, поэтому быть любезен, да, но это, как бы, не очень хорошо. Если, конечно же, нет другой, да, другой крайности, в которой человек каждый день на неделе пьет пиво с друзьями и больше ничем не занимается. Ну, здесь, как бы, да, здесь действительно, ну, о чем тут речь. Поэтому, не знаю, ну, как-то говорить 50 на 50, наверное, нет, да, потому что, ну, это реально очень сложно. Но должны быть и свои, и общие. Причем общие нужны для того, чтобы были общие впечатления, а свои отдельные нужны для того, чтобы можно было делиться разными впечатлениями. Плюс еще, видите, какой важный момент? Нам отношения вообще, в принципе, для чего нужны? Для того, чтобы расти, да. То есть, по-хорошему, в хороших, в гармоничных отношениях мы развиваемся. Развивается партнер, развиваемся мы. Это обоюдный процесс, такие сообщающиеся сосуды. То есть, да, в тот момент, когда мы там начинаем, ну, как-то там слезняком, да, раскатываться, там нас поддерживает то, что вот наш партнер, он такой активный, да, какой-то человек, который не стоит на месте, и мы как-то подсобираемся, да. Вот, плюс отношения, это же обмен, и, ну, должно же быть что-то чем обмениваться. А если мы все тут, мы с Тамарой ходим парой, и у нас нет никаких отдельных, собственно, вещей в этой жизни, ну, и что, ну, это скучно будет очень быстро, прям, прям, никакие общие впечатления не спасут. Вот так. Спасибо. Есть у нас еще вопросы? Ага. Здравствуйте. Меня зовут Станислава. Такая ситуация. Хотела бы, наверное, какой-то совет получить. Только что... Ну, кому? Совет? Ну, не совет, может быть, реакцию какую-то. Посмотрим, да. Ситуация такая, примерно месяц, как закончились тяжелые, как бы, отношения, там, там, ну, долго все это происходило. Теперь осталась какая-то агрессия, то есть очень сильная злость, которая, к сожалению, на окружающих очень сильно отражается. Как убрать ее, как с ней справиться, как, чтобы другие не страдали, потому что они не виноваты. Значит, во-первых, это нормально, да, потому что у нас есть несколько стадий переживания горя.